Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Тяж с танка Гидропресс в Новосибирске пока не закрывается. В Грузии забастовка на заводе Боржоми закончилась победой рабочих. 25 мая в пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что проблемы сотрудников публичного акционерного общества «Тяж с танка Гидропресс» решены. Рабочие подтверждают, что всю зарплату за март и апрель они получили. Руководство предприятия вызывало сотрудников поочередно, чтобы сообщить о том, кого сократят, а кого нет. На заводе ожидается увеличение объема работ, поэтому 20 мая генеральный директор «Тяж с танка Гидропресса» издал приказ, в котором отменил решение о сокращении численности отдельных штатных единиц в некоторых подразделениях. В основном работу потеряли пенсионеры, старшие 65 лет. Некоторых рабочих не сократили, но до 1 июня они находятся в так называемом «простое» и получают 2 трети от зарплаты. Руководство завода ожидает крупный заказ от Института ядерной физики. За последнюю неделю на завод «Тяж с танка Гидропресс» поступило 10 миллионов рублей. Это была оплата крупного заказа, поэтому удалось погасить долги по зарплатам сотрудников за март и апрель. Информация с сайта президент.тв. «Красная радиофра» уже рассказывала о судьбе этого крупного предприятия, которое работает с 1943 года. Осенью 2020 года руководство начало задерживать зарплаты и сокращать рабочих. Сотрудники выходили на несколько пикетов, некоторые из которых провалились, так как кто-то вызывал к зданию завода полицию. Также работники и обеспокоенные граждане направляли письма президенту Российской Федерации Путину с просьбами о спасении важного промышленного объекта. Видимо, эти акции подействовали и заводу дали шанс. Однако на этот раз рабочим необходимо учиться на собственных ошибках и организовываться быстрее и лучше, чтобы не допустить возможное уничтожение завода в будущем и защитить свою собственную работу и зарплату. 26 мая в Грузии забастовка сотрудников IDS Барджоми Джоджа закончилась соглашением с компанией. Заявление сделал руководитель торгово-промышленных и аграрных профсоюзов Георгий Диасаминзе. Он говорит, что условия, которые предложила компания, удовлетворили большую часть сотрудников. IDS Барджоми Джоджа обязуется увеличить зарплату, а также оплачивать сверхурочные. Должна уравняться зарплатная плата лиц, занятых на одной и той же должности. Компания обещает, что не будет притеснять бастовавших сотрудников и гарантирует, что все существующие социальные проекты будут действовать и в будущем. Собственники средств производства согласились и активно сотрудничать с профсоюзами по вопросам условий труда. Более того, стороны продолжат переговоры по заключению коллективного договора. Информация с сайта APSNY.G. Красное радио ФРА отслеживала ситуацию на заводе Барджоми на всем протяжении забастовки. Забастовка началась 19 мая и отличалась упорством рабочих, которые не шли на уступки, и слаженной работой бастующих и профсоюза. Менеджмент очень хотел отколоть рабочих от профсоюза и договориться с рабочими индивидуально. Однако грузинские рабочие понимают, что только в организации их сила. Рабочие Барджоми выбрали правильную стратегию, проявили стойкость и победили капиталистов. Красное радио ФРА призывает рабочих бывших советских республик брать пример с грузинских рабочих и организовываться на борьбу за свои интересы. Новости читала Оксана Побережная. С коммунистическим приветом из Орхуса, Дания. Субтитры создавал DimaTorzok